Приветствую всех! Вы на канале Аки Тойз. Сегодня мы попробуем закрыть с вами серию принцесс из гигантских пасхальных яиц. Я докупила еще два яйца из Италии, так как в прошлый раз серия у меня не собралась. Решила еще раз попытать удачу. Тем более, что сейчас в магазинах Италии эти яйца уже заканчиваются. И пришлось немножечко поторопиться с заказом. Надеюсь, что сегодня покажу вам ту самую принцессу. За которой гоняется вся Италия. В 90% обзоров, которые я смотрела, искали по весу именно эту принцессу. И я очень надеюсь, что сегодня она нам попадется. Яйцо с ней должно быть самым легким. В магазинах Италии взвешивать запрещено. Якобы пропадают ощущения сюрприза, как они говорят. Поэтому я попросила взять два самых легких яйца по ощущениям, без весов. А какая именно принцесса нам не попалась, пока говорить не буду. Те, кто смотрел прошлый мой обзор, в курсе, кого мне не хватает. А для тех, кто не смотрел, будет небольшая такая интрига. В конце выпуска обязательно покажу тех принцесс, которые мне попались в прошлом обзоре. Если повезет, то увидим сегодня всю серию. Ну и давайте приступать. Яйца у нас приехали, как и в прошлый раз, побитые. Поэтому можно это внимание особо не обращать. Все-таки путь у них был длинный. Какая-то у них красочная обложка. Сейчас мы аккуратненько скидем. Так, у них есть такой кузычок. Сейчас цеплю ее. Так. Так, тут у нас вот такая картонка с принцессами, которые должны нам попадаться в серии. Русалочка Ариэль, Ракунцель и Золушка. Также написано, что это Апплайду. Их можно сживлять в приложении. Гарант сюрприза. Джиганта написано. То есть гигантский сюрприз. Так, ну и давайте приступать к распаковочке. Здесь язычок есть, который можно потянуть. И вот так вот убрать скотч и открыть язычок. И замотать они, конечно, на столе все это дело. Как видите, шоколад весь внизу. Так, встаем нашу капсулу. Так, еще там есть такая подставочка. На нее капсулу поставим пока временно. Так, я, наверное, сделаю кое-что. Возможно, вам покажется забавным, но я протру капсулу салфеткой. Потому что не хочу липкими руками и сладкими трогать фигурку нашу. Все-таки не хочу я, чтобы она потом ее отмывать. А капсула вся липкая и в шоколаде. Она сделана вот так. Так, ну что я могу сказать? Капсула легкая. В ней что-то очень сильно громыхает. То есть заполнена капсула у нас маленькая. И я очень надеюсь, что нам попадется новая принцесса. Так, ну и давайте смотреть. Так, чтобы было лучше видно. Вот настрою камеру. Ребята, нам попалась та самая, которую я искала. Это так здорово. Да, нам попалась русалочка Ариель. То есть ее мне как раз и не хватало. Не хватало там моей полной коллекции этих принцесс. Так, вот так выглядит вкладыш. Сейчас я вам настрою, чтобы было четче видно. Собирается она несложно. И кораллы служат у нее для подставки для украшений. Такая красочная у нас красочный вкладыш. Картинка. И почему-то вот здесь вот не нарисована русалочка. Обычно здесь рисуют персонажей, которые, ну, типа, жевают приложение. А здесь почему-то такой вот подарочек только изображен. Так, ну и давайте собирать. Так, подставка в виде коралла у нас тут идет. Так, детали русалочки. Сейчас мы ее соберем с вами. Не очень люблю тыкать фигурку в лицо, но по-другому ее не собрать. Так, и вот так мы ее... Опа! Вот, смотрите, какая она классная. Ее можно посадить на полочку. А можно поставить так вот на коралл. Так, сейчас. Вот и тут есть такая вот внизу тоже отросток коралла. Она вот так замечательно будет держаться. Так, давайте я ее вот так вот пониже покажу. Чтобы лучше видно. Ребят, ну я даже не знаю. Второй, наверное, открывать, может, не стоит яйцо. Потому что там, скорее всего, пойдет нам либо рапунцель, либо золушка. Она тяжелее русалочки по ощущениям. Так, ну или откроем, сейчас посмотрим. Давайте сначала рассмотрим Ариэль. Такая она классная у нас. Одна из моих любимых принцесс. Чуть ли, наверное, не самая любимая. Так, ну и давайте более детально, что ли, ее разглядим. Так. И очень красивое лицо. Круки у нее поднимаются. И опускаются. Так, давайте я сниму с подставочки. Рассмотрим ее со всех сторон. Такой вот у него хвост шикарный. Кстати, хвост мягкий. Он гнется. Сам хвост нет, а вот именно плавник. Он такой мягенький, прорезиненный. Ее можно посадить на полочку. Ну не знаю, я в восторге от этой русалочки. Да вообще вся серия очень-очень классная. Я рада, что у меня сегодня получилось собрать эту серию. С пятой, ну как, с четвертой попытки. Яиц пять. Открыла я четыре, и вот русалочка попалась. Так, ну и давайте посмотрим всю серию. Сейчас я вам всех принцесс покажу. Так. И кстати, что я чуть не забыла сделать, это показать. Вот смотрите. Раньше в яйцах пару лет назад, я не помню, может больше, выходила серия с питомцами. И кстати, ей этот краб, мне кажется, хорошо подходит по размеру. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну может быть чуть-чуть большеват. А так, мне кажется, прям вот хорошо он по размеру подходит. И флаундер. Тоже у нас выходил в питомцах яиц. Мне кажется, они хорошо друг другу подходят. То есть, ну вот флаундер точно по размеру подходит. А вот Себастьян, наверное, чуть-чуть больше, чем нужно. Но он же тоже, по-моему, молодой краб был. Потом он подрос у второй части. Поэтому, мне кажется, они идеально друг дополняют. Так, ну и давайте сейчас посмотрим. На всех принцесс. Так, у нас золушка. Так, наверное, да, лучше, может быть, подставок. Просто я хочу ее красиво поставить. Да, она лучше без подставок. А то вырезают в кадр. Так, и у нас еще рапунцель. Такие три красавицы, три грации. Каждая по-своему хороша. У рапунцель в теноте светятся волосы. Просто какое-то волшебство, когда вы включаете свет. Это очень красиво выглядит. А золушка без всяких... И деорель тоже без всяких каких-то дополнительных таких эффектов. Но они просто все сами по себе очень красиво, симпатично сделаны. Так, вот у рапунцель такой браслетик. У золушки сережки. И у русалочки это вот подставка для украшения идет. То есть такая у нас серия сегодня собралась. Я думаю, открывать последнее яйцо нет смысла. Поэтому, наверное, я этого делать не буду. Я надеюсь, вы не расстроитесь. Потому что серию я вам сегодня показала. В последней яйце в любом случае будет какая-нибудь повторка. Судя по звуку и весу, там, скорее всего, еще одна рапунцель нам попадется. Ну, или золушка. Но поэтому, я думаю, нет смысла тратить время. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok